Серебряный бор. Вторая смена. Когда кроны деревьев оделись огненно-желтым нарядом, меня потянуло на остров, где прошло мое детство. Как и раньше, я приехал на круг, на нем троллейбусы разворачивались и отдыхали перед обратной дорогой. На часах полдень. Было безлюдно и уныло. А когда-то здесь стояли киоски, в которых продавали эскимо на палочке по 11 копеек и лотки с горячими бубликами, посыпанными маком. Всего запятак. Линии, так называли в Серебряном бору улицы, ощутились мощнейшими заборами и пытливыми глазами видеокамер. На когда-то просторных участках с деревянными дачами, от которых шла теплота, тесня друг друга, выросли типовые коттеджи от трети миллионов в месяц. Сломан дом отдыха, куда на сборы приезжали великие наши хоккеисты и где я видел молодых Рагулина, Харламова, Фирсова. За ненадобностью исчезла библиотека. А на месте прекрасного теннисного корта красуется банальный особнячок. Не стало кинотеатров. Их было два. Они познакомили меня с великим советским кинематографом Бойко Митичем и Фантомасом. Пропал маленький тир на берегу озера. Многолетняя отрада всех отдыхающих. На местах, где красуюсь и гордясь собой, росли кусты малины, стоят пластиковые туалеты. Это Москва. Здесь пахнет бензином и пыльной зеленью. Уже никогда не выйти на веранду, не открыть высокие трехметровые ставни и очутиться в лесу, где на лицо падают капли дождя, а легкие наполняются волшебным воздухом. Помните финальные реплики чеховских пьес? Ольга, обнимая обеих сестер. Будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Любовь Андреевна. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье мое. Прощай, прощай. Неужели пришла пора менять ставшее привычным название? Сребряный бор, как и вишневый сад, обречены. Они, забрав свою культуру, подобно Атлантиде, станут легендой. Я пессимист. Сцена пуста. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Добрый вечер всем, 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 всем полуночникам и полуночницам, всем, кто выбрал волну радио «Русская служба новостей» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Всем тем, кто собирается провести свое время в нашей компании до и после полуночи. В прямом эфире вас приветствуют музыкальные тяжеловесы в виде традиционного тандема в составе властителя звуков Олега Васильева и творца сюжетов Алексея Кашпура. Не прошло и суток, как мы снова вместе. Я благодарен всем, собравшимся у своих радиоприемников, за интерес к моей программе. Устраивайтесь поудобнее, волнение в сторону, глубокий вдох, уверенность в том, что вторая смена наступила и надежда на то, что пройдет она достойно. Ведь вся сила в хорошей музыке. И не важно, когда она была записана, до битвы на Куликовом поле или после. Вкратце о содержании второй смены. Когда наступит воскресенье, 12 октября, стоит ждать следующего. Постоянная рубрика «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» на финишной прямой программы с полтретьего до трех. Возьму пример с моих коллег, радиожурналиста Марины Арвелли и популяризатор «Мелодии прошлых лет» Игоря Макарова. Что-то последнее время увлеклись они японской эстрадой. Если быть откровенным, то мировые вершины, японские эстрадные звезды покоряют очень и очень редко. В основном они варятся на своем родном рынке. В одну из редких поездок на горбушку у своего приятеля, одного из самых крупных и правильных торговцев, я обнаружил японский бокс с двумя компактами, на обложке которого блистал золотом саксофон и красовалась надпись «Мальта». «Игорь, что за «Мальта»?» – спросил я. «Это очень популярный в Японии саксофонист». Я заинтересовался. О загадочном японце с псевдонимом «Мальта» в интернете ничего. Зато я наткнулся на переписку двух братьев-музыкантов. «У нас во Владике появилось пиво «Мальта джаз» и на этикетке еще саксофонист нарисован», – пишет один. Второй отвечает. Я сразу вспомнил одного японского саксофониста под именем «Мальта». За что я его люблю, сам не пойму. Что характерно, мне даже его зачастую многое и не нравится. Ни его звук, ни его как бы простецкие мотивчики и так далее. Но полюбил я его, и все. Вообще-то этот японец закончил известный джазовый колледж в Беркли и в свое время играл со многими джазовыми знаменитостями. Выпустил около 30 своих альбомов. На «Сиди» найти никак не могу. Все на кассетах. Те, кто не заснут, смогут оценить его музыку. Хотя первое впечатление может быть обманчивым. Основным музыкальным блюдом, я надеюсь, станет возрожденная в новой студии и любимая народом забава. Аттракцион неслыханной щедрости, затея с 15-летним стажем. Думаю, техника, над которой колдует Дмитрий Фокин, главное действующее лицо предстоящего события, нас не подведет. И с 23.33 до 2.30 будет вам и нам радость. В оставшееся до ближайшего информационного выпуска время мне бы очень хотелось услышать ваши слова о сегодняшнем ночном эксперименте. Я имею в виду трансляцию Аперетты Иоганна Штрауса, сына «Летучая мышь». Жду ваших мнений, критики, рассуждений об уместности и надобности продолжения по вашей активности и частоте звонков телефона с номером 788-107-0 после московского кода 495 я буду принимать решение. По традиции и законам радиожанра обратим внимание на небольшой звуковой ролик, после чего начинаем. Два телефонных звонка я вижу, но прежде зачитаю СМС-сообщение. Спасибо за замечательную передачу про Аперетту. Очень бы хотелось продолжения. Юрий, спасибо за все передачи. Так, теперь телефоны. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Да-да, говорите. Это меня слушайте. Добрый вечер. Алексей Владимирович, Олег Владимирович. Большое спасибо за новаторство. Вы в настоящее время являетесь просветителями, потому что молодежь понятия не имеет о классике. А Аперетта – это классика. Да, я вам скажу больше. Она не имеет и не хочет иметь. Они не слушают, я так понимаю. Ну, вы знаете, не все, не все. Нужно рассчитывать на тех, у кого нет возможности приехать и послушать в театре. Потому что вас многие слушают на периферии, которым сейчас денежный этот вопрос всех задушил. В этом плане вы, конечно, как раньше радиомикрофона просвещало нас. Спасибо. В общем-то мы получали образование. Спасибо. Но без увертюры – это все-таки, знаете, как котлетка без подливки. Хорошо, спасибо. Спасибо. Алло, алло, алло. Алло. Да. Добрый вечер, Алексей. Да, добрый вечер, это Андрей, да, я понял. Да. Честно говоря, не очень хороший опыт такой. Не должна она быть в нашей передаче «Середина Бару», потому что это уже устоявшаяся традиция джаз, эстрада. А симфоническая? Это не симфоническая, это Аперетта. Вы против, хорошо? Да, Аперетта, я против. Поняли. Мне не понравилось. Поняли. Алло, звонков много, это очень хорошо. Алло, алло. Алло. Да, добрый вечер. Говорите, 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 говорите. Алло. Ну, говорите, пожалуйста. А, я не поняла, что это я. Добрый вечер, Алексей Владимирович. Я, значит, хочу высказать свое мнение по поводу Аперетты. Да, пожалуйста. Аперетта, конечно, замечательная, я ее видела в театре не один раз, но у нас получается совсем другая передача. У нас получается передача типа театру микрофона. Да. Ушло самое важное в нашей передаче общение. Ага. Вот, как бы, мне, например, было скучно. Я послушала немножко и выключила радио. Поняли, поняли. Спасибо. Давайте импортный звоночек. Алло, алло. Алло, Германия. Алло. Уснул. Иван уснул. Алло. Ну, наконец-то, Иван. Просыпайтесь. Да, да, да. Алло. Алло. Ну, что? Алло, алло. Алло, алло, алло. 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 Да. Да, да. Да. Олег, ты что сделал? Что сделал? Что сделал? Ну, что тут у нас? Алло. Давай еще, алло. 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 Мы вот уже из новой студии. Олег, ты что-нибудь скажи, чтобы мы поняли, что мы из новой студии вещаем. алё 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 не получается вот первый алё нет алё олег ты чё-то на дне туда нажал звонков много я услышать я ничего не могу алё 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 жалко 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 алё не что-то у нас телефонной линии давай музыку поставим алё да я себя услышу а вас нет олег давай мы поставим музыку вот что-нибудь такое веселое первый первый трек давай поставим пока вы разберетесь тут я слегка терпелила надея ждал ждал что меня пригласишь ты на карнавал вот наконец этот радостный день настал вечером вместе пойдем мы на карнавал я скажу тебе сегодня слава от которых закружится голова я берёгки для тебя и теперь скажу любя те слова музыка маски цветы фейерверк и смех и среди всех ты сегодня красивей всех я бы с тобой даже тысячи лет танцевал только бы не кончался наш карнавал я смотрю твои большие глаза потому что не смотреть нельзя отражает вечерник карнавальные огни целый мир все глаза а 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 Penn co а а а а а Кто у тебя выдумал праздничный карнавал? Кто это шумное чудо влюблённым дал? Две, что мы сохраним с тобой навсегда Этот волшебный добрый наш карнавал Значит, не зря тебя ждал я весь год Карнавал Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег? Я в пакете против дома твоего стою Жду, что ты пройдёшь А быть может, нет Стоит мне тебя увидеть О, как я счастлив Странно и смешно В нашем стройном мире Сердце любит, но не скажет О любви своей Пусть живу я И не знаю, любишь или нет Это лучше, чем признаться Слышать нет в ответ А я боюсь услышать нет Песня подобрал на гитаре Я Дай, что ты её не слышишь Потому что в ней Грусти не тая Я тебя назвал Самый нежный И красивый Ой И это правда По ночам пиши Я в дышу стеки Пусть твердят, что пихонька В девятнадцать лет Серебряный пор Вторая смена Вторая смена и вторая попытка поговорить по телефону Алё 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 Ой, это я Да, 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 говорите Пока работает Я совершенно согласна был на лоб Насчёт того, что вот обожание общения пропало Когда мы Вот эти вот Звонки Как бы общественная организация Как бы одинаково чувствует Нас какие-то Духовные стрепы Всех связывают То есть ты чувствуешь, что ты не одинок Ты чувствуешь, что ты вот дыхание Чувствуешь, что ты в обществе Понимаешь А когда вот это голая оперета Пусть даже это будет оперета Но не так вот в голове Вот в сплошником идти А через какие-то звонки Через какие-то там паузы там И так далее Я понял Я понял, спасибо 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 Алло Алло Добрый вечер, Алексей Владимирович Да Добрый вечер Да, Ольга Павловна Я насчёт оперета Да Ну послушала я Алексею Владимирович Но тяжело было Два часа Ой, ночью слушать Два часа Эту оперету Вы знаете, мне очень было тяжело А ваша программа Серебряный борт Ой, чуть у меня двоится Всё У вас ретро Яркими красками Я уже пять лет вас слушаю Вы понимаете Ольга Павловна Ну это тоже ретро 50-е годы Ну я вас понял Ну это понятно Я всё понял, да Спасибо Спасибо, я понял Да Владимир Владимирович Давайте проголосуем Кто За Или нет Вот 916 55 81 За Мы сейчас не можем Мы тут сидим На На колючках В новой студии Олег, ну скажи хоть пару слов Хоть Поняли, что ты со мной рядом сидишь Олег Олег, добрый вечер Где ты? Ну Добрый вечер Во-во-во-во Добрый вечер Уважаемые радиослушатели Сейчас будем ругаться Да Сейчас будем ругаться Так что всё в порядке будет Хорошо Спасибо Спасибо Ну давай Ещё один звонок попробуем Закрепим успех Алё 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 У меня не включается Алё 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 Здравствуйте Да Здравствуйте Елена Владимировна Я вот просто поражаюсь На людей Которые Говорят Скучно слушать оперетту Весёлое Праздничное Искусство Замечательно А пообщаться всегда Можно на скамейке Вон возле дома Если вам не хватает Доптения Продолжайте, пожалуйста Включать оперетту Сирио Была замечательная Пацановка с плясом Очень буду ждать Спасибо вам огромное За вчерашний вечер Спасибо Спасибо Ещё Один Звоночек Попробуем Олег, у меня же вот это не работает Эта мышь Алё 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 Да Алло Да, говорите, говорите, говорите Добрый вечер, Алексей Владимирович Да Лилия Михайловна Тушина Да, Лилия Михайловна Мне очень-очень понравилось Я давно это ждала Это глоточек какой-то свежести вы внесли Прекрасно Я за всеми Голосовать буду, если голосование Кто только за это Наслаждение получила И давно это ждала Украшение нашей программы Спасибо вам Ну вот я просто сижу тут и думаю Может быть Стоит поговорить с нашим руководством Чтобы эти оперетты были не в моей программе А скажем Как-то в другие ночные эфиры Их поставить Алло, алло Добрый вечер, Алексей Владимирович Да Алексей Владимирович Я тоже за оперетку С превеликим удовольствием Людмила Лентом С превеликим удовольствием слушала И прекрасные артисты, прекрасные голоса Огромное вам спасибо И очень хотелось бы продолжить Спасибо Спасибо, Олег Давай включай Потому что у меня эта мышь не живая, по-моему Алло Алло Добрый вечер Да, добрый вечер Вы знаете Я, наверное Не знаю, что Женщина, которая звонила Ваша Ваша программа Это не передача Театра микрофона Она была совсем другая Я против Конечно Я понял Спасибо Но Дело в том, что Мы как-то хотим разнообразить Я не против Если мы Эти опереты Будем слушать В другом эфире Я только за В другом ночном эфире Я только за Так Олег, нажми еще Алло 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 Алло, алло Да, да, да Добрый вечер Олег Владимирович Поздравляю вас с Новосельем наконец-то У вас новая студия Да, вот пока Пока мучаемся Да Да что Вы только сказали Новая студия у вас Хорошо Алексей Владимирович Вот насчет Мое предложение Насчет оперетта Да Хорошо бы Вот Если бы Юрий Боярцев Так Сделал передачу Говорит Наши Композиторы И значит Там Штраус Понимаете По кусочку Сольные Вот Ну, наверное Вот так Понимаете В Киснааре Их много будет Вот так, наверное, состоится Ну, мы делали О каких-то артистах Которые работали В оперете Там вот были Фрагменты Из оперетта Ну, я понимаю Вот Сергей Минахин Вот о нем Очень которые Давно-давно Вы знаете кто еще Хорошо, я понял Спасибо Спасибо Сейчас мы остановимся На информационный выпуск Ну, а затем Будет Аттракцион Неслыханной Счезрости Серебряный пор На русской службе новостей Мы продолжаем Ну, чтобы завершить Вот этот вот сюжет По поводу опереты Я понял, что Мнения разделились И Мне кажется Выход один Спросить у руководства Сможем ли мы Эту Эту затею Давать в Других эфирах Ночных Потому что Ну, честно говоря Я попробовал И сделал По-моему, правильно Вот Есть Понимание Что это такое А захочет Потому что У меня сюжетов Для программы Своих Хватает И У меня На месяц Вперед Все расписано Поэтому Я не Не обеднею Что называется Захочет Руководство Давать опереты Что было бы правильно В других эфирах Это было бы хорошо Вот, наверное, так Ну, а сейчас Дмитрий Да Да Добрый вечер Пока еще вечер Добрый вечер Я рад видеть тебя В этой студии Давно мы с тобой Не встречались Ни в студии Ни в прямом очереди В этой студии вообще Так понимаю, никто еще Друг с другом не встречался У нас сегодня Такая обкатка Да Ну что Будем начинать? Да, давайте начинать Я Как всегда Протестую против Этого термина Принесл их иную щедрость Ну, один раз Давай будем Почему? Ну, потому что это Ну, у нас концерт Ну, любимая народная забава Ну, хорошо, да Ты посмотри, сколько звонков У нас концерт по заявкам Концерт по заявкам Для, ну, в первую очередь Для тех, кто не До сих пор не умеет пользоваться Интернетом Для нашего старшего поколения В общем-то Многое уже Ну, не все, конечно Но многое уже Можно услышать Просто подойдя к клавиатуре Там, погуглив Уже можно услышать Особенно Борис из Самары Это делает Но потом регулярно тебе звонит и просит Про Борис из Самары Отдельный разговор Борис из Самары Просто Ну, как бы Наша аудитория Давай отвлечемся, действительно На эту тему Наша аудитория разделяется На специалистов И просто слушателей Вот просто слушатели Это действительно люди Которые Чаще всего звонят И У них бывают Очень интересные заявки Есть еще небольшая такая Прослойка профессионалов Которые этим занимаются Всю жизнь И очень глубоко И, конечно И у которых Наготове магнитофоны Они, конечно, прекрасно Нет Они сами прекрасно все знают Что есть Что не найдено Что найдено Что не найдено Я один из них И ничуть не круче Так сказать Них И поэтому, естественно То, что не найдено Оно не найдено И у меня тоже Поэтому совершенно бессмысленно Звонить и просить Что-то такое Что Чего не существует в природе Потому что этого нет нигде В том числе и у меня Поэтому я, как всегда Прошу По этому поводу Не звоните Если у вас есть что-то редкое Что нет ни у кого Но у вас есть Вы присылайте Почту мою все знают Наши продвинутые Собиратели Предварительно Высылайте мне на почту И звоните Мы вместе послушаем С удовольствием Какой-то раритет А основное Это вот Можно, конечно, там Писать Встречу с песней Но это очень долго Ждать этих заявок У нас Заявки выполняются Практически сразу Через 15 минут Вот поэтому, собственно Мы сделали Такую передачу Чтобы люди Которые Не имеют Такой возможности Вот просто взять Найти песню Да Вот здесь мы Не имеем Такую возможность Найти эту песню Что-то я беру Из своей цифровой коллекции То, что Чего нет в интернете Что-то Уже Ну, конечно Песня у нас во дворе В нашей программе Тоже как не принято Заказывать Потому что Звучит регулярно Ретро Но это тем не менее Дима, ну ты плавно Перешел к Нашим правилам Да, да, да Вот это и есть Наши правила И еще у нас правила Такие, значит Напоминаем уже Сколько Ну не год, конечно Да Ну есть новые слушатели Так что давай В декабре последний раз Встречались Значит уже 10 месяцев Прошло Наверняка есть Они только По телефону Мы их выслушиваем А чтобы было понятно Что мы Работаем Давай мы так сейчас Не будем Поскольку у нас Сегодня такой Эфир еще Тренировочный Мы не будем так уж Размахивать сейчас Этими угрозами В общем вдруг у нас Сейчас телефон опять Сломается Придется тогда СМС Я объявлю Ну я надеюсь Да Будет объявлено Дополнительно Пока звонков Пока он работает Пока вы нас слышите Мы вас слышим Мы конечно будем принимать Только по телефону заявки Как это всегда Было в нашей программе Уже действительно Лет 15 она у нас работает Эта традиция не меняется Дима О временном жанре Произведения Время Любое советское время Пожалуйста Там 30-е 40-е 50-е годы 60-е годы 70-е годы Мы уже за ретро Особо не считаем Ну разве что Начало 70-х годов Какие-то интересные песни Но на 78 Закончили выпуск В 69-м Не-не-не В 69-м году Закончилась Была выпущена Последняя 78 Пластинка Но еще Некоторое время Выходили интересные Записи На дипких Пластинках На виниле На том еще Маленьких Пластинках Конечно там тоже Могут быть Интересные вещи Мы сейчас Остановимся Остановимся И затем пойдет Самая интересная часть Нашей программы Приготовьтесь пока Подумайте Какие заявки будут Ну что поехали Ну поехали Мне кажется Мы что-то еще забыли Из наших правил Ну по ходу По ходу По ходу А ну не Ну самое главное Самое главное То что Мы Выполняем Только заявки Тех слушателей Которые рассказывают Что-то О своей песне О своей заявке Почему они ее просят Может быть Связанная с этим Какая-то история Или связанная с этим Какое-то там Воспоминание Наблюдение Просто какая-то мысль Чтобы это не бюро Было добрых услуг Чтобы это не так тупо Вот такую песню Хорошо да А именно Чтобы это было Сопровождено Каким-то интересным Комментарием Ну что Давай со знатока Начнем Давай Да Алло Алло Анатолий Петрович Вы пропадаете Как-то Помелодичнее А как сейчас Нормально? Да Сейчас нормально Да Девентин Леонидович Да Вы сегодня В каком этапе Можете В пионерском Или хоровой Мы в любом У нас по заявкам Анатолий Петрович Да Тогда где-то В пионерском В пионерском Или в шестидесятом Году Выходит песня «Расцветая сибирь» Вану Маратели В исполнение В исполнении Хоров Всесоюзного радио Так Была такая песня Да Конечно Была такая песня «Расцветая сибирь Наша родина» Да Да Вот если не найдете То значит Про запас Тогда Анатолий Петрович Вы Наши правила Не соблюдаете Вы Вы не представились И не сказали Откуда вы звоните Нет Почему Он представился И сказал Откуда звонит Как же У меня записано А вы откуда Из какого района Москвы Мытища 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 Не У нас мог просто Провалиться звук У нас там вначале А Ну Возра И про запас Дмитрий Леонидович Если не найдете Тогда песня Куда бежишь Тропинка Милы Радыгина В исполнении Омского народного хора Это А я ее уже нашел Она у меня уже есть Вот я ее уже вижу Расцветай Сибирь Хор все союзного радио Будет у нас Анатолий Петрович Будете про себя слушать Так что Спасибо вам за звонок Спасибо за звонок Спасибо Так Выбираем еще один Получается Не получается Олег У меня не получается Алло Алло Добрый вечер Добрый вечер Это Анатолий Петрович Всем Подождите Вы другой Анатолий Петрович Да А откуда вы Я Улица Юных Ленинцев Я бы очень хотел Заказать песню Людмилы Людмилы Зыкиной Рябина Почему я Ее Давно Ищу Когда-то Я был Не слепым И ко мне Обратился Товарищ Который Попросил Отремонтировать Кассет Не кассетный Катушный Магнитофон Ялзу И вот Я на этом Магнитофоне Слышал Счастье Этой песни Мне она Очень понравилась Но После я До сих пор Нигде не мог А я не понимаю Что такое За песню Рябина Какие там слова Да Хотя бы Одну срочку Потому что Слова очень простые Два парня Два друга Влюбились в меня Вот там Такие слова Зыкина Людмила Повет У Алексея Владимировича Есть такая У меня есть Я ее Приносил Но у нас Не хватило С Игорем Макаровым Время Чтобы поставить А я Каждый раз Ждал Но Не дождался Хорошо Просто У Зыкиной Есть три Три Песни Про рябину Там по-моему Ветка рябины Что-то Еще В общем Три там Три варианта Ну Сейчас попробуем Какой-нибудь Ну Сейчас подумаем Да Спасибо Ты заметил Что у нас уже два Анатолия Петрович Сейчас наверное будет Третья Анатолия Петрович Нет Давай какую-нибудь Женщину найдем Женский голос Алло Алло Да Доброй ночи Всем ведущим Представляйтесь Алексей Владимирович Это Антонина Андреевна Северная Тушина Прекрасно Вот можно я попрошу песню Да пожалуйста Конечно Только историю Рассказывайте Почему Эту песню Или другую Да слушаю вас Да пожалуйста Мне очень хочется Записать песню Подберу музыку Это Раймонд Пауз И Воснесенский А пел ее Як Йола Вот я давно Эту песню Хочу записать Я к Йолу пел ее В году Наверное Да это уже В 80-е годы В 80-м Это уже Что? Ну немножечко другое время Да Это уже 80-е годы Что-что? 80-е годы Да у нас Или это 70-е Вторая половина Это конец 70-х Я не знаю Вот Вознесенский Его давно уже нет В живых Да я понимаю Это конец 70-х годов Мы как-то Не настраивались Но если найдем То послушаем А вы знаете Чуть-чуть другая стилистика Димочка Да А еще знаете что? Я хотела сказать Вот эта песня Она очень немножко Созвучна с моей Сейчас жизнью Понимаете? Вот мне на танцах Тоже подбирают Иногда музыку Для меня Ставят И я танцую под нее И вот эта песня Просто мне очень близка Ну хорошо Давайте ее послушаем Тем более Ну как бы Почтим память Пишца Который недавно Да-да Спасибо большое Спасибо И давай еще один звонок Алло Алло Добрый вечер Добрый вечер Я очень попрошу Если у вас такая пластинка Твой фильм Счастливого плавания Там такие слова Кто в дружбу верит горячо Тут рядом чувствует плечо Тут никогда не пропадет Чужое видение не пропадет Вот знаете Если я сейчас волнуюсь Скажу А если вдруг Спаснулся друг То стать ему Поможет друг Всегда ему Надежный друг В беде Протянет руку Да очень знаком Это хор пел Пионерский Это нет Это Счастливого плавания Поют нахимовцы Там две песни Вот одна из них Вот эта песня Счастливого плавания Ну Я эту песню помню Я только не знаю Как она называется Сейчас подумаем мы Сейчас подумаем Ну что мы делаем А кто это вот был Леш Я тебе сейчас объясню Я не записал Мы останавливаемся На анонс Русская служба новостей Рус новости Точный пор На русской службе новостей Дима Ну что нибудь послушаем Ну да Расцветай сибирь Будем слушать Уже она есть у меня Остальное Сейчас Поехали Поехали Сеет свежестью ночь сибирская Собрались друзья у костра И на веки нам Стала близкою Величавая Ангара И на веки нам Стала близкою Величавая Ангара Дом родимый свой У Москва Реки Мы оставили Навсегда Чтобы здесь В тайге Сбали паприки Сбали новые Города Все мне дорого В новом городе Где увидел взгляд Милых глаз Возмужала здесь Наша молодость Здесь любовь У нас родилась Возгружала здесь Наша молодость Возгружала здесь Здесь любовь У нас родилась Не пугает нас Непогодина Незаметним Незаметним За рулем Мы за рулем Расквитает Наша родина Наша родина Та что Матерь Субтитры подогнали Симон. 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 Если у нас сейчас так заработало, как вот в данный момент, то мы ее послушаем. Так, сейчас попробуем. Леш, у нас тут, слава богу, ручит заработало, поэтому мы сейчас попробуем что-то сделать. Давайте посмотрим Женьку. А я что должен? Я паузу должен занимать. А ты паузу занимай. Нет, ну, Олег, я же не могу брать телефон без Димы. Поговори, поговори со слушателем, ты давно не разговаривал с ними. Ну ладно, сейчас мы попробуем. Год тут, или сколько ты, полгода сидел, молчал. Я уже отвык. Отвык, да. Ну вот поговори. Анекдот какой-нибудь расскажи. Как в Египте ты отдохнул, расскажи. Очень интересно всем. Всем интересно, как я в Египте отдохнул? Я не был, поэтому и не поеду. Поэтому хотя бы ты и расскажи. А что ты там рассказываешь? Там жарко. Ну и зачем ты туда поехал? Вот мне один. Ну там море хорошее. Да ладно, чулень из себя изображать. Почему? Ты не ныряешь, а ты не этот, как он. Почему? Я нырял на глубине один метр. И что ты там увидел? Рыбы, рыбы, рыбы. Ты слышал, да ладно. Много, очень. Вот Красное море славится рыбой. На глубине одного метра? Да, они даже на глубине одного метра. Там кораллы, в кораллах столько рыбы. Это просто ради моря только туда и едут. Понятно. Ну вот, немножко поработал наш интернет и опять завис. Ну не пугай уже. Нет, тут я так понимаю, что он не совсем умер, а просто вот дозами нету его, к сожалению. С собой у меня этой песни нету. Я думаю, что надо послушать Абадзинского нам. А давай мы... Я сейчас вынуву всего своего Абадзинского. Давай, может, какие-то заявки будут по поводу Абадзинского? Нет, нет, давайте мы что-нибудь послушаем из Зыкиной. У нас подряд столько Зыкиной было. Сейчас мы ее наберем. Вот. А за это время... Вон у нас сколько Зыкиной. А, кстати, у нас вот рябина есть Зыкиная. Ну давай рябину и послушаем, да. Может, рябину сыграть. Так, а как мы ее послушаем? Вот так вот. Ну, Олег, вроде как пошла рябина. Рябина, рябина, несчастная я. Два парня, два друга, влюбились в меня. Лишь вечер настанет, калитки придут, вдвоем под рябиной вздыхают и ждут. Рябина, рябина, дай добрый совет На свете дороже и лучше их нет. Мы с детства знакомы и дружим давно. Ну, что же мне делать, ведь сердце одно. Рябина, рябина, девичья печаль Меня им, наверное, нисколько не жаль Все ждут, не дождутся Все смотрят во тьму А нет, чтобы просто уйти одному А нет, чтобы просто уйти одному Серебряный пор Вторая смена Мы продолжаем, продолжаем концерт по заявкам Пытаемся выполнять заявки Но первый блин всегда бывает комом Так что расстраиваться не будем Дим, что мы можем Послушаем то, что можем сейчас Давай, Олег, выводи Я пою в нашем городке Каждый день в шумной тесноте Ты придешь Сядешь в уголке Подберу музыку к тебе Подберу музыку к глазам Подберу музыку к словам Что тебе в жизни не скажу Подберу музыку к словам Подберу музыку к словам Подберу музыку к словам Продолжение следует... 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 Разложим, что тут мы выполнили-то. Первая была «Расцветай Сибирь», вторая «Зыкина Рябина», третья «Як Йола». Прямо по порядку тогда пойдем и будем слушать песню о дружбе. Песня о дружбе «Кто в дружбу верит горячо». Вот сейчас попробуем ее послушать. Олег, я ее запустил. Он никогда не упадет, в любой везде не пропадет. А если кончится друг, раздать ему поможет друг. Всегда ему надежный друг, тебе пролянет руку. Не только в радости, но и в печали, Мы верных нам друзей повсюду узнавали. Да, что ли я, что ли я, не даром породил, И школьные друзья и в этом я родил. Кто вдруг подверит горячо, Кто рядом чувствует кричо, Кто никогда не упадет, Любовь везде не пропадет. А если лишь поднется друг, Кто в дружбу поможет друг, Всегда ему надежный друг, Везде пролянет руку. В боях за родину в краях тревожных Встречали мы друзей товарищей надежных. И все, что мы могли бы поровнули, Мы всюду рядом шли, если заведите, Кто с дружбой верит горячо, Кто рядом чувствует кричо, Кто в дружбу не упадет, Любовь везде не пропадет. А если лишь поднется друг, Кто в дружбу поможет друг, Всегда ему надежный друг, В земле пролянет руку. Русская служба новостей. Мы делаем упор. Вторая смена. Ну что, Дим, продолжаем, да? Да, мы продолжаем. Нам надо принимать. Леша, объяви еще телефончик. 788-107-0 После козы 495. Но, Дим, Вот тут столько звонков, что... Ну, это звонки тех, кто знает телефон. А я прошу объявить для тех, кто не знает. А то у нас будут исключительно звонить только те, кто... Сегодня пробная передача. Вообще, если у нас все наладится, То мы постараемся принимать одну заявку одного слушателя. И чтобы не повторялись они, Олег. Все-таки надо нам... А мы, да, мы всегда просим. Это уже... Мы можем призевать, да, и не заметить. Ну, конечно. Если вы дозвонились, пожалуйста, больше не надо дозвониться. Алло, алло, алло. Да, доброй ночи. Это беспокоит Наталья. Санкт-Петербург, здрасте и село. Да, Наталья. Вот, я, конечно, хочу поздравить вас с новостей. Очень рада услышать голос Олега Владимировича в прямом эфире. Вот. Ну, и хотелось бы послушать песню, если, конечно, получится. Но я хочу ее записать. Эта песня такая была пионерская, мы пели ее в школьном хоре. Она называлась «На улице мира». Вот. Или, если получится, мне приснился шум дождя. Это связано с программой «Дурми и соль». Вот. Дим, ты расслышал? Да, мне приснился шум дождя. Или «На улице мира». «На улице мира». Ну, это такая песня. Ее до сих пор. У меня дети поют в пионерии сейчас, в студии. Они ее поют. Они ее поют. Она на эфире притвор входит. Нигде не слыхать. Я давно ее не слышала вообще. Да. Вот, тем не менее, они как бы живут, эти песни. И поют до сих пор в студии «Пионерская». Ну, если можно, помогите, пожалуйста. Я хочу записать хоть что-нибудь. Хорошо. Спасибо. Хорошо, попробуем. Дай Бог здоровья вам. Спасибо. Так. Давай послушаем песенку. Давай, давай. Очередную. Пятая карточка. Я смс-ку прочитаю. Украинскую песню ехал казак на виньонку, пел гмыря. Была пластинка. Юлия. Ну, возможно, мы еще не добрались просто до этого. Сейчас будет, значит, ехал казак, мы разберемся. А что сейчас? А сейчас будет Женька у нас. Женька. Женька, да. Это для Елены Владимировны. Зыкина? Да, Зыкина. Вот так вот, я думаю. Вот так прозвучит. Стоит средь лесов деревенька. Жила там когда-то давненько. Жила там когда-то давненько. Девчонка по имени Женька. Мальчишечки имя носила, высокие травы косила. Высокие травы косила, была в невеселая сила. Завыли стальные бураны, тень крыльев легла на поляны. Тень крыльев легла на поляны. И Женька ушла в партизаны. В секрете была и в засаде. Ее уважали в отряде. Ее уважали в отряде. Хотели представить к награде. Весит фотография в школе. В улыбке ни грусти, ни боли. В улыбке ни грусти, ни боли. В шестнадцати было ни боли. Стоит средь лесов деревенька. Жила там когда-то давненько. Жила там когда-то давненько. Девчонка по имени Женька. Ну, Женьку послушали, Дим. У нас что-то тут буфер маленький. Одна песня всего. У нас должно быть три. Давай наберем, наберем. Не вопрос, не вопрос. Алло. Алло. Доброй ночи. Здравствуйте. Это Галина. Москва. Сочином. Я хотела бы сделать заявку на такую патриотическую песню. У отца моего точно была такая пластинка. И я слышала эту песню когда была маленьким ребенком. Но с тех пор я ее не слышала. Она написана на стихи, известные стихи Константина Симонова Робина. Она так и называлась. А вот чья музыка, не знаю. И она была в исполнении хора под управлением Срешникова. А какие там были слова? Примерно. Укатаясь трех великих океанов, лежит она, раскинув города. Песня так называлась Родина. Так же как и стихи. Дело в том, что Родина очень распространенное название, поэтому мне нужно еще слабо. А, но автор стихов Симонов, а вот композитор не знает. Касаясь трех великих океанов, да? Да, да, да. Это довоенная песня, да? Нет, не может быть довоенная. Послевоенная, да? Пятьдесятые годы, да? Угу. Ну, я не знаю, может какие-нибудь пятидесятые, вот. Хорошо. Сейчас будем думать. Сейчас будем думать, что это такое. Ну, спасибо вам большое счастье. Спасибо. Еще беру звонок. Алло. 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 Да. Ой, наконец-то. То ли слушать и записывать, то ли на телефоне висеть. Вы знаете... Интересно, а на что нас записывают? На кассетные магнитофоны, что ли? Да я на кассеты записываю. Я старая уже, поэтому... Нет у меня такой вот аппаратуры. Все кассеты старые позаписала. Здорово. Как вас зовут, скажите? Нина Ивановна, я из Люберис. Из Люберис. К вам звонить очень трудно, поэтому я... Вы... У меня... Я ищу песню. Уже Игорю Борисовичу я заявляла ее. Обещал Олегу Владимировичу найти песню про деревню. Олег Владимирович в кнопках тут запутывается. Олег Владимирович, это Алексей Владимирович. Я? Да, да, да. Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Да, да, да. Когда я просила Игоря Борисовича, он сказал, у меня нету. Алексей Владимирович сказал, я найду, у меня много. Каменный пел, каменный. А, каменного много, да. Каменного много. Слушайте, какие слова. Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там снова засветут деревья и будут яблоки в траве. Это песня про мою деревню. Я из Подмосковья, из Русского района. А откуда из Русского района? Из какой деревни? Из какой деревни из Русского района? В деревне Борзецово. Там один домик остался, дачники кто-то живут. И вот когда мы ездим на кладбище, у меня слезы пробивают, потому что на деревне нашей уже поле распахано. Представляете, как я хочу эту песню записать. Помогите, пожалуйста. Леш, мне кажется, эта песня уже, наверное, 90-х годов, да? Ну ладно бы, если 90-х, ну пожалуйста. Дим, у меня есть телефон Геннадия Каменного с собой. Мы можем его разбудить. Не надо, не надо. Попробуем без него разобраться. Я запомнила, может быть не точно, но по-моему Каменный пел. Я начала ее слушать, уже слышу про пели, уже там какой-то куплет. Ну тенор, тенор. Ну мужчина пел, мужчина. Ну тенор, мужчина, тенор. Ну тенор, я не знаю как, тенор или как. Не, ну как, различаются тенор и бас. Да я уже, слушала я ее уже больше года назад, и вас прошу уже больше года назад. Ну хорошо, будем пытаться. Интересно, что за песня. Вы ищите, пожалуйста, может какой-нибудь передачки. Да, Дима против того, чтобы разбудить Геннадия. А завтра я ему позвоню. Вернее, сегодня уже. Ну что, информационный выпуск у нас. Без объявления телефона, который у нас 788-107-0 после кода 495, звонков море. Развиванная. Я понимаю, но я считаю, что должна быть справедливость. Хорошо, нет, я назвал телефон, пожалуйста. Иногда вот, кто, мои друзья слушают и говорят, ну хоть бы раз телефон объявили. Да ладно. Хотели позвонить и не смогли. Это не мне упрекнет, я объявляю все время. Так, берем звонок или не берем? Да, берем звонок. Сейчас, минуточку, подожди, дай мы подобьем уже. Так, что у нас? У нас прозвучало сейчас. Что у нас сейчас звучало? Кроме Женьки ничего не звучало? Женька, Женька, все было. По-моему, Женька последний был. У нас все неторопливо идет. Сейчас у нас будет шестая заявка Олег с Казаком, потому что ничего другого мы не нашли. Сейчас мы это прокомментируем. Дальше, седьмая улица Мира есть. Симонов есть. Ничего не надо принимать. Ничего? Пока, да? Не надо пока ничего принимать. И еще поставьте памятник, который я не успел пока разобраться, но сейчас мы разберемся с памятником. Хорошо, тогда мы что делаем? А сейчас мы будем слушать сразу уже вот этого Казака, который ехал. Да, давайте мы заявки чуть-чуть послушаем, а потом будем принимать звонки телефонные. Вот, ну, Олег, в общем, из всех вариантов, ну, вы тогда нам на смс напишите, то это или не то. Из всех вариантов... Это ты обращаешься к Олегу, который из Санкт-Петербурга. Который из Санкт-Петербурга, да. Мы считаем, что вот это вот ближе всего к той заявке. Ну, посмотрим сейчас. Козловский поет. Козловский поет. Козловский поет. Козловский поет. Козловский поет. Козловский поет. Вот такая пластинка, довоенная пластинка, 40-й год. Хотелось бы узнать у Олега, хоть смс-чек у Олега пришлите, то, не то, как ты считаешь? Ну, да, а все, что касается остальных заявок здесь, значит, ну, Никулина я даже не искал. Что касается «Вальса фронтовой весны», это действительно была песня, эта песня была очень популярна, но она была как бы самодеятельна, то есть она не была записана на пластинке и не исполнялась по радио. Это была такая фольклорная песня, но действительно ее помнят и у Юрия Евгеньевича в воспоминаниях, там, в этих экспедициях люди поют эту песню. Ну, я не могу сейчас найти, потому что она не описана, она где-то есть у меня, ну, если найду, я тогда, может, в следующий раз ее заведу, интересно, действительно. Вот, это по Олегу, Олега я откладываю карточку, дальше у нас на улице Мира, и, наверное, мы сразу послушаем этот большой деслихор на улице Мира, это тоже не ретро. У нас сегодня как-то вот прям люди заказывают какие-то 90-е годы, 80-е, вроде бы ретро, но в то же время не ретро. Ну, ладно, заказывают, так заказывают. Не наши ретро этики? Нет, конечно, ну, как-то вот давно уже не было передачи, поэтому не хочется вот уж так прям отказывать, давайте уж будем слушать, но все-таки огромная просьба вот брать пример с Олега, который звонит и говорит, что у меня песни редкие, они не звучат. Вот это интереснее, гораздо такие песни искать и выполнять. Поэтому, пожалуйста, вспоминайте 50-е годы, 60-е годы и делайте заведу постарше. Ну, и так, на улице Мира пошла песня. На улице Мира веселый народ, на улице Мира, что солнце небосвод, на улице Мира мы быстро и том, и сами друзьями мы в нем все живем. Тот, что мы построим, время не разрушит, солнце небосвод и черный плен, потому что дружба, сильные оружие, главные оружие на земле. На улице Мира веселый народ, на улице Мира, что солнце небосвод и тому же не то, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. На улице мира проходит с утра, Там сердце проходит науку добра. Над улицей мира из радуги мост, Он с улицы мира проложит на звезд. Так что мы построим, время не разрушить, Солнце не уступит черной плен. Потому что дружба сильное оружие, Главное оружие на земле. На улице мира проходит с утра, Там сердце проходит с утра, Там сердце проходит с утра. ПЕСНЯ 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 Попробуем, Одиняна не обещает. Спасибо, до доброго. Если не получится Одиняна, послушаем Александровича. Леш, прими еще, пожалуйста, Один. С удовольствием. С удовольствием. А я посмотрю. Алло, алло. Алло, говорите. Решки Владимирович. Да. Добрый полночь вам. Говорите, 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 представляйтесь. Как вас зовут? Ну, Вадим же. Вадим, вот теперь слышим. У нас просто не очень хорошо слышно бывает. Забыли меня. Но ничего, напомню. Давайте напоминать. Классный вы мужик. О чем попросить вас? Понимаете, да? О чем? Есть такая песня, очень замечательная, кинофильма «Последний дюйм», 58-го года, кинофильм. Найдете, буду вам очень признателен. Еще вам много напишу тихо. Там две песни. Какую именно? Надрывным бастом гремит пугом. А, понятно. 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 Спасибо. Ну, расскажите немножко, почему вам песня эта нравится? Я на ней воспитался и воспитывал своих детей. Детей надо воспитывать. Именно на каких спитах? Да, сейчас... Спасибо. Интересно, сейчас этот фильм по телевизору показывают. Я вот телевизор не смотрю, у меня его нет уже очень давно. Каналов много. А вот фильмов хороших мало. Вот такие фильмы идут, интересно, сейчас по телевизору. А фильмов хороших мало. Ну что, еще звонок или что-то будем слушать? Нет, 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 не надо. Не надо. Мы будем слушать Родину на стихе Симонова по просьбе Галины из Косино. Это правильно. Где она у нас, эта Родина? Сейчас я ее найду, и она пойдет. Сейчас, три секунды. Вот она. Пожалуйста, Галина, слушайте Родину, записывайте. Галина, слушайте Родину, записывайте. Галина, слушайте Родину, записывайте. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.